В 1998 году в отдаленном районе Новосибирска появился этот дом. Он не похож ни на деревянные избы частного сектора, ни на многоэтажные постройки. Одни из обидателей дома попали сюда из Индии, Польши и Литвы, а другие прямо с улицы. Приют сестер матери Терезы иначе называется «Дом миссионеров Божьего милосердия». Это, конечно, люди, которые пережили что-то в своей жизни, у них какие-то страдания. Я могу сказать, что большинство из них, которые живут здесь, живут, особенно мужчины и даже женщины, они сколько лет все в тюрьме живут. Говорят, от сумы до тюрьмы не зарекайся. Судьба любого из них запросто могла бы лечь в основу романа. А сегодня вряд ли спортивные болельщики узнали бы в них своих кумиров. Людмила Кожина действительно в 70-х была лидером баскетбольной команды «Новосибирского Динамо». На улицу она попала, став жертвой квартирного мошенничества. А вот Зураб, бывший футболист высшей лиги. Фамилию называть не хочет. С командой объездил полмира, жил в Москве. А потом, во время войны в Сухуми, потерял всю семью, получил ранение, позже слег с инфарктом. Одна, наверное, я уверена в том, что никто на улице не нагодится из-за этого, что я просто хочу жить на улице. Я хочу быть бомжем. У них было какое-то обстоятельство, какие-то случаи в жизни. Лидия Афанасьевна до сих пор носит сумочки членский билет Союза журналистов. А многие жильцы за минувшие годы потеряли руки, ноги, глаза и приобрели страшные болезни. За ними ухаживают белые сестры. Одна женщина видела, как матереза обмывала человека, которые были ранены с червяками. И она сказала, что если бы мне тысячу долларов за это давали, я бы этого не сделала. И матереза ей ответила, что я бы тоже это за тысячу долларов не сделала, но я делаю это для Господа Бога. О белых сестрах ходят легенды. Говорят, что по их молитве порой чудесно исчезают неизлечимые болезни. Говорят, что все имущество каждой из них умещается в крохотную тумбочку. Говорят, что в этот орден принимают только веселых девушек, иначе здесь не выдержать. А с прессой они встречаются крайне редко, потому что у них слишком много тяжелой работы. Говорят, что все имущество каждой из них умещается в крохотную тумбочку. Но чтобы знали, что у них тоже есть душа, что их ждет спасение. Даже если это первое слово к ним, но это потом какой-то плод принесет в жизни их, наверное. Чем занимаются здесь бывшие бомжи и зэки? Во-первых, помогают белым сестрам по хозяйству. Стирают в прачечной, работают на огороде за домом, выращивают цветы и овощи. Стирают в прачечной, работают на огороде за домом, выращивают цветы и овощи. Так вообще неплохо живем, правда? Отлично, мне кажется. Правда, Жан�? Хорошо. Где у вас кровать? Моя вот. А я в другой палате. В другой палате. В приюте есть часовня. Поскольку жильцы в основном православные, то иконы в часовне тоже православные. Всеобщей любовью здесь пользуется мученик царь Николай II. А у белых сестер своя часовня. По традиции простая и скромная. Как в любой их часовне мира, в центре написаны слова распятого Иисуса «Я жажду». Это напоминает нам каждой из сестер ежедневно на наших молитвах, что мы призваны к этому, чтобы утолять эту жажду Иисуса на кресте для спасения души. Субтитры подогнал «Симон»